Всем привет! Сегодня снова настала очередь всеми любимых бьюти лайфхаков, о которых меня так часто просят. Испортилась любимая пудра? В этом ролике я покажу классный прием, как легко ее обновить. А также ты узнаешь, как оригинально можно использовать упаковку от блеска для губ. Не забудь поставить лайк, если ты хочешь, чтобы лайфхаки для девушек выходили как можно чаще. А мы погнали! Блестки в макияже стали новым бьюти-трендом. Если вы хотите сделать себе такой макияж или, например, стрелки, то возьмите обычный клей для накладных ресниц и нанесите его кисточкой на то место, куда хотите добавить сияние. Теперь, пока клей не засох, набираем наши блестки и затем наносим сверху. Они отлично будут держаться на веках весь вечер, не осыпаясь, так что не нужно тратиться на какие-то специальные глиттеры для глаз. Мне, например, очень нравится этот бьюти-тренд, и да, многие звезды сейчас делают мейк с такими блестяшками. И, кстати, не переживайте, удалить их можно любым средством для снятия макияжа. Если вдруг закончилось то, что сейчас я покажу простейший способ, как ее можно сделать в домашних условиях. Берем несколько таблеток активированного угля, и теперь их нужно хорошенько измельчить вот в такой порошок. Перемещаем это все в удобную емкость. И теперь сюда добавляем немного геля алоэ. И хорошо-хорошо перемешиваем. Получается вот такая черная масса. Такую самодельную тушь, например, можно перелить в пустую упаковку от старой туши или просто оставить в удобном контейнере. Супер объема от нее, конечно, не будет, но зато такая тушь не нанесет вреда вашим ресничкам. Иногда бывает, что на косметичке ломается собачка, и из-за этого открывать и закрывать замок уже не так удобно. И чтобы решить эту небольшую проблемку, просто возьмите обычную невидимку для волос и вот так проденьте. Теперь, как видите, все отлично функционирует. И смотрится тоже очень прикольно. Если у тебя нет корректора, то просто возьми любой тональник или биби-крем и нанеси на него сверху рассыпчатую пудру. Хорошенько все распредели. И у нас получилось плотное покрытие, которое замажет все покраснения, синяки под глазами и прыщи. Девчонки, в одном из своих видео я рассказывала о том, как посетила тренинг-центр семейного образования Secret. Ссылку на этот ролик я обязательно оставлю в описании под видео, так что заглядывайте. Так вот, недавно я снова побывала на одном из таких бесплатных тренингов и в очередной раз получила массу удовольствия от него. С уверенностью могу сказать, что это прекрасный центр, он работает по множеству направлений, в каждом из них есть бесплатные тренинги, которые можно пройти как в самом центре, так и онлайн из любой точки мира. Занятия здесь проводят по-настоящему классные специалисты с высококвалифицированным зарубежным образованием, и это чувствуется, потому что та информация, которую они дают, поистине стала для меня открытием. К тому же здесь есть крутые мастер-классы по изменению себя. Тренинги этого центра я бы даже назвала в некоторой степени лайфхаки для жизни, так что, девчонки, кому интересно изменить свою жизнь, то рекомендую его посетить. Все ссылки на центр Secrets я оставлю в описании под этим видео. А эта хитрость поможет придать волосам небольшой объем, меня иногда она здорово выручает. Для начала нужно сверху забрать все волосы, чтобы они нам не мешали. Теперь понадобится любая плойка гофре, которой нужно слегка пройтись у основания волос. Конечно же, предварительно нужно взбрызнуть немного термозащитой, чтобы не испортить волосы. В зависимости от того, какой вы объем хотите, зависит количество прядей. И благодаря таким волнам верхние волосы будут приподниматься, создавая классный объемчик. И да, этот эффект может держаться очень долго. Иногда совсем нет времени делать какие-то маски от черных точек. Но избавляться-то от них как-то надо. Поэтому отличное средство, которое меня всегда выручает, это перекись, про которую я уже тысячу раз говорила. Наносим на ватные диски и теперь на места, где есть черные точки. Через некоторое время использования перекиси результат действительно будет виден. Только лицо обязательно нужно немного распарить теплой водичкой. Если вы часто пользуетесь пудрой, то через какое-то время она начинает терять яркость пигмента. Из-за того, что на ее поверхности образовался плотный жирный слой. И чтобы решить эту проблему, берем скотч. И наклеиваем прямо на поверхность нашей пудры. Хорошенько прижимаем. И отклеиваем. Теперь этот жирный слой останется на липкой ленте. А пудра снова будет как новенькая. Можно пользоваться. Собираясь в поездку, мы всегда берем с собой много разных тюбиков. Одна зубная паста занимает кучу места. Так вот, если у вас закончился блеск или бальзам в подобной упаковке, не спешите ее выбрасывать. Канцелярским ножичком аккуратно отрезаем верхушку. Тщательно все промываем. И теперь тюбик заполняем зубной пастой. Ну или другим каким-то средством, кремом или гелем для умывания. Теперь упаковка не будет занимать много места. Поместить можно даже в маленький-маленький клатч. На этом мое видео подходит к концу. Большое всем спасибо за просмотр. Если вам нравятся такие видео и вы хотите, чтобы я выпускала их чаще, то ставьте обязательно пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал и инстаграм. Смотрите мои предыдущие видео. Всем пока!